Всем привет, мои хорошие! С вами Акемили. И сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшие пельмешечки. Я заправила это все дело, конечно же, моими любимыми маслинами. Сочетается обалденно просто. Здесь у нас с вами яблочный сок. Который я всегда, кстати, разбавляю с водой. Потому что именно вот эта вот марка, которую я купила, она слишком сладкая. Я не люблю, когда сок слишком сладкий, а с водой холодной, из холодильника, прям самое то. Давайте приступим к еде. У меня прям в слюнке. Очень часто в вопросниках вы меня спрашиваете насчет конфликта. Игоря Синяка и тиктокерша в дыре. Айка, скажи свое мнение. Вообще, меня немножко удивляет. Какой-то, например, скандал. Все. Мне все пишут, что Айка, скажи свое мнение, как будто я там какой-то судья. Кто не в курсе, я вам объясню. Одна тиктокерша выпустила песню. И как я поняла, Игоря Синяка спросили, что он думает по поводу этого трека. Он сказал, что ему не понравилось. После чего подруга вот этой тиктокерши начала опускать его внешность, что он жирный, он такой-сякой. Честно, я ненавижу людей, которые судят других людей за внешность, за ориентацию, за национальные принадлежности. Когда человеку нечего сказать, нет аргументов, он начинает проходиться по внешности. Толстый Игорь Синяк, худой. Какая разница? Самое главное, что он талантливый визажист. Когда Игорь Синяк начал снимать видео для Ютуба, этих тиктокеров даже на горизонте не было. Я прежде всего против оскорбления внешности, ориентации и так далее. В любом случае, нужно оставаться человеком. И это не аргумент сказать, ты урод. У нас была одноклассница. Она ругалась с кем-то и сразу начинала, знаете, тыкать человека в его проблемы. Ой, ты прыщавая вообще, заткнись. А ты, толстолобик, сидела бы в тряпочку, молчала. В общем, я не понимаю таких людей. И считаю, что это дудно. Гаяна 0.1 задает вопрос. На ее комментарии 33 лайка. Ура! Есть у меня тема для следующего видео. Расскажи, пожалуйста, о своей первой симпатии по отношению к кому-либо и по отношению к тебе. Что ты чувствовала? Вообще, я очень поздно повзрослела. Мои уже подружки вовсю встречались с парнями. Мне это не было интересно. Во-первых, потому что я выглядела не очень привлекательно. У меня поздно начала расти грудь. И я выглядела как ребенок на айфоне. Это в России. А когда я переехала сюда, я увидела, как действительно могут выглядеть дети. Моя первая такая симпатия, наверное, появилась где-то в 11 классе. Первая любовь, так скажем. И в то время мне казалось, что все. Если не он, то никто. Нету жизни после. Кого я встречу. На самом деле, оборачиваясь назад, в тот момент я думала, что я безумно рассудительная, очень умная, развита не по годам. Но сейчас я понимаю, какая я была дурочка. Первое в жизни расставание, мне кажется, это самый такой переломный момент в твоей жизни. Мне кажется, все-таки самые искренние чувства, это как раз-таки первая любовь. Говорят, что первую любовь забыть невозможно и так далее. Я, честно, когда задумываюсь о том, что с этим человеком я общалась когда-то, не то, что мне становится плохо. Я просто понимаю, что если бы в тот момент у нас бы получилось что-то, я бы вышла бы замуж, не стала поступать в универ и так далее. Далее мы бы, скорее всего, развелись бы. То есть, настолько я мыслю уже по-другому. Вообще по-другому. Так что, если сейчас вы находитесь на стадии разрыва, поверьте мне, пройдет время, вам будет просто плевать. Я просто поняла одну вещь, что женщина просто так выносить мозг не будет. Женщина вносит мозг, когда ее что-то не устраивает. И раньше я всегда думала, что у меня просто такой сложный характер, я всем выношу мозг. Сейчас я понимаю, что это была не я виновата. Это был виноват он, потому что я увидела идеал отношений. Идеал отношений – это отношения, которые в моей жизни сейчас. То есть, нет такого, что я жду звонка по три часа, поссорились, неделю он не звонит. То есть, я оглядываюсь назад и понимаю, что я не просто так истерила. Меня не просто так что-то не устраивало. Я была полностью права. Просто, это был не мой человек. Сестра моей подруги находилась восемь лет в отношениях, где постоянно люди на друг друга орали, постоянно ссорились, оскорбляли друг друга, но все равно в конце мирились. Сейчас я понимаю, что этот формат вообще не для меня. То есть, если я часто буду ругаться со своим парнем, скорее всего, мы с ним расстанемся. Вкусно. Настоящая любовь – это любовь к пельмешкам. И к грузинским хинькалям. Все остальное – фейк лав. Здесь у меня грибной такой соус. Очень хорошо сочетается. Я считаю, что если вы находитесь в возрасте, не знаю, 15-16 лет, просто не торопитесь. Лучше узнайте человека поближе. Если вы расстанетесь, не переживайте. Значит, так оно суждено. Значит, так оно и надо. Пройдут годы, и вы поймете, что хорошо, что так произошло. Может, это связано с тем, что времена поменялись. И тогдашняя Айка. И сейчас это два разных человека. Раньше у меня была куча свободного времени. Я просто своего любимого делала центром вселенной. То есть, все у меня крутилось вокруг него. Позвонил он на 15 минут позже. Меня это расстраивало. А сейчас я просто не замечаю такие моменты, потому что я очень занята. Я каждый день снимаю два видео для Ютуба. Читаю комментарии, лайкаю, в Инстаграме что-то выставляю. Снимаю истории. Основная моя работа. То есть, у меня нет времени просто вспомнить о том, что он должен был позвонить, и не позвонил. Но раньше я в таких моментах была очень истеричкой. И проблема расставания была не только в таких мелочах. Знаете, просто элементарное какое-то неуважение присутствовало. Такое нельзя терпеть. Потому что завтра вообще сядут вот сюда, свистнут ноги. И все, терпи меня. До конца своих дней. А нам оно надо? Нет, конечно, сидим, кушаем пельмешки тут. Зачем оно нам? Это домашние пельмешки маминого производства. Просто бомба. Как всегда, майонез у меня остается. Я всегда боюсь, что его будет мало. Ой, майонез соус. Было очень вкусно. Прям обалденно вкусно. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно в инстаграме пишите ваши идеи для новых видео. Я все читаю. Если вы до сих пор кушаете, то приятного аппетита вам.